Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. Нет денег поможет государство. Как получить ежемесячную выплату из материнского капитала в 2018 году? Народное достояние. Чувашский национальный конгресс реализует президентский грант. Драйв, бешеная скорость и непредсказуемые маневры. На Чебоксарском заливе состоялся первый этап Кубка России по ледовым гонкам. Сегодня президент страны Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами. Тема большого разговора – предложение наказа от жителей российских регионов. Состоялось также обсуждение предвыборной программы. Во встрече приняли участие доверенные лица Владимира Путина в Чувашии. Понятно, что удача любого лидера в политике, в его сторонниках, в его единомышленниках. Ни сам президент России ничего не сможет сделать реально, если на местах жизни работы граждан не будут решаться вопросы, инициативы, программы, проекты, которые он выдвигает. Ни сами граждане не смогут поменять ситуацию, если в ответ не будет слышать отзывы об инициативах руководства страны. Сегодняшняя встреча, она очень важный диалог власти с гражданами, с избирателями. И очень сильно чувствовалось, что все доверенные лица, которые присутствовали на этой встрече, они нацелены на положительный результат и именно на результат своей работы. На встречу очень многие подчеркивали, что сейчас уже очень активно в избирательных штабах остается информация от наших избирателей о каких-то нерешенных проблемах, какие-то предложения по улучшению работы органов власти. И доверенные лица как раз те люди, которые будут помогать государству работать на граждан, именно в этом их главное предназначение, как сегодня было обозначено. И доверенным лицам не просто это право обозначено, но и оказана честь представлять не просто кандидата в президенты России, но и действующего президента страны. Это значит, что к нему может быть больше вопросов, чем к любому другому кандидату. Но именно его предыдущая работа и убеждает нас, и лично меня в том, что стоит поддерживать только этого политика и сегодняшнего лидера нашей страны. Так как именно политика Владимира Владимировича наиболее реально отвечает чайным гражданам нашей России. Практически всю жизнь России, наверное, обсудили, начиная с любви к родине, с патриотизма. До встречи с Владимиром Владимировичем работали 8 площадок. Это вчера мы встречались. Я вот работал в группе, где собирались деятели культуры и искусства. И каждая группа задавала вопросы по своей тематике. Мне очень понравилось выступление Машкова по поводу развития культуры именно в регионах. То есть это мне очень близко. Вчера про это очень много говорили. И Владимир Владимирович поддержал идею, что нужно поддерживать культуру в деревнях, в селах. Чтобы культура в России развилась не только в Москве и в Санкт-Петербурге. Идти или не идти на выборы 18 марта. Для героя нашего следующего сюжета этот вопрос не стоит. Он обязательно хочет проголосовать, но хочет быть уверенным, что сможет попасть на избирательный участок. Подробнее в репортаже Ольги Пырочкиной. Максим помогает Павлу подняться по пандусу у дворца культуры. В нем расположится один из избирательных участков Чебоксар. Даже вдвоем это сделать непросто. Если бы Павел приехал один, не смог бы добраться даже до входной двери. Кнопки вызова помощи перед лестницей нет. Поднялись грехом пополам. Угол наклона, конечно, в плану не соблюден. Покрытие очень опасное. Скользко. Запросто можно было упасть и получить просто травму. Буквально через несколько метров следующее препятствие. Да, помогите, пожалуйста. Придержите дверку. Придержите, пожалуйста, да. Да, спасибо большое. Внутри можно выдохнуть. Через рамку металлоискателя коляска проезжает беспрепятственно. Установленные для безопасности турникеты тоже не помеха. Все рассчитано. Все у нас открывается. Вот мы можем открыть вот так. Я не знаю, насколько колясочник может здесь проехать. Но вот есть у нас еще вот такая. Здесь вполне достаточно. Здесь вполне достаточно, чтобы прийти. Павлу уже начинает казаться, что для человека, который вместе со всей страной хочет поучаствовать в выборе будущего для России и определить курс ее развития на ближайшие 6 лет, пандусы, входная дверь, по сути, пустяки. Но тут выясняется, избирательный участок расположится на втором этаже. А туда он не сможет подняться даже с помощью Максима. Именно вот такие недостатки на будущих избирательных участках сейчас по всей стране выявляет молодая гвардия. Мы проверяем избирательные участки для доступности для лиц с ограниченными возможностями. Данные проверки направляются в избирательную комиссию, чтобы в дальнейшем их устранить. У нас более тысячи участковых избирательных комиссий. И, в принципе, каждая из них готова к тому, что такие избиратели придут к нам на избирательные участки. Вот. Комиссия начинает работать за 30 дней до дня голосования. Если нам поступят обращения по поводу того, что то или иное здание не до конца приспособлено, то, безусловно, мы будем принимать меры. Мы будем обращаться в соответствующие органы местного самоуправления, к собственникам этих зданий, для того, чтобы до выборов осталось полтора месяца, чтобы те недостатки, которые выявлены, были устранены. Так или иначе, к тем, кто не сможет проголосовать на своем участке, избирательная комиссия приедет на дом. Об этом желании заранее необходимо уведомить свою территориальную избирательную комиссию. Так что Павел в любом случае намерен воспользоваться своим конституционным правом. Это мнение безразлично будущей нашей страны. И важен каждый голос. И обязательно нужно отдать свой голос тому, кого ты выбираешь. Демографическая перезагрузка, объявленная президентом страны в действии. В регионах идет прием заявлений на государственную поддержку семей, имеющих детей. Хорошая новость для тех, у кого в этом году появился или появится второй ребенок. Они не только получат материнский капитал, но и могут рассчитывать на ежемесячные выплаты из него. В клиентских службах пенсионного фонда тоже идет прием заявлений. Семья Ефимовых из Цивильского района подала его в числе первых. У Алены Ефимовой на днях родился сын. О том, что после рождения второго малыша теперь положены выплаты, она узнала недавно. Доход семьи не так уж высок. Деньги, которые с этого года можно будет получать из материнского капитала, станут хорошим подспорьем. Мама уже знает, на что их потратит в первую очередь. Конечно, рада. Это все равно как бы поддержка молодым семьям по достижению ребенка полутора лет, пока я буду сидеть дома. Много чего нужно детям. Как бы сначала все равно на корм и на памперсы. Покупать коляску, мебель надо купить детям. Очень много уходит, немало денег уходит. Главное условие такой выплаты – доход на каждого из членов семьи не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума. В Чувашии это около 14 тысяч рублей. Теперь каждый месяц на счет мамы будет поступать почти 9 тысяч рублей. Можно было и на жилье, конечно. Но жилье пока есть. Все равно это ежемесячная поддержка немалая. Подать заявление как на ежемесячную выплату, так и на материнский капитал можно в пенсионном фонде или в многофункциональных центрах. Необходимо предоставить справки обо всех имеющихся доходах в течение года. В расчет берутся зарплаты, пособия, алименты или, если имеются, стипендии и пенсии. Заявление можно подать в течение 6 месяцев после рождения. И выплата ежемесячно будет определена с дня рождения. Если заявление поступит позднее 6 месяцев, ежемесячные выплаты будут производиться со дня подачи заявления. Такая ежемесячная выплата выплачивается в течение полутора лет. Но на второе полугодие, на второе 6 месяцев необходимо подать второе заявление. Сертификат женщина может получить в течение месяца после рождения ребенка. И уже через 10 дней после этого начнут поступать первые деньги. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика. Чуварский государственный драматический театр отмечает 100-летие. Сегодня здесь прошел торжественный вечер. С места событий Дмитрий Ковалев. Не так живи, как хочется. Спектаклем именно по этой пьесе Александра Островского открылся первый сезон Чуварского драматического театра. 100 лет назад его труппа выступала в Казани. И руководил тогда им режиссер Иоаким Максимов-Кошкинский. И уже в 1920 году театр переехал в Чебоксары. Архивные документы и фото, старые афиши, рукописи пьес режиссеров театра. Вся история Чуварского драматического собрана здесь, в экспозициях музея. Музей был открыт недавно после проведенной реконструкции. И сейчас прикоснуться к 100-летней истории театра могут все желающие. Вот этот магнитопон раньше и на радио обслуживал, вот таким вот и мы работали. Какого года вот это производство? Это, я думаю, 50-е годы. Из металла все изготовлено специально для спектаклей. В театре кто тут? Мастера? Мастера, бутопоры. Это из Назаров-Надоле. Спектакль украинская. За 100 лет театр поменял немало адресов. Актерам даже приходилось выступать в здании бывшего склада купца Хлебникова. Более полувека назад труппа получила постоянную прописку здесь, на Красной площади. Правительство региона оказывает театру постоянную поддержку. Два года назад за счет бюджета была приобретена современная звуковая и световая аппаратура. Спектакли заиграли новыми красками. Драм-театр независимо от того, что празднует свое столетие, люди создавали самые-самые тяжелые времена. Там и революции, там и денег не было. Просто люди были богатые духом и делали все для того, чтобы кроме всего того, что было, вовлечь людей в культуру, в искусство, чтобы люди подпитывались вот этой культурой. Это очень важно. Это потому что сплачивает людей, это сплачивает самих артистов. И за эти годы театр наш многому добился. Поэтому есть государственная премия президента Российской Федерации, есть другие премии, награды. Но самое главное, идет процесс омоложения коллектива. Это очень важно. Поэтому я вижу очень хорошую перспективу. В поступившей накануне телеграмме председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал театр уникальным культурным центром республики. В его багаже немало престижных наград. Актеры не раз становились лауреатами премии «Золотая маска». В репертуаре театра порядка 300 постановок. Каждый год не менее пяти премьерных спектаклей. Играю роль Константина Иванова в спектакле «Ялда». Такие большие масштабные спектакли. Это «В деревне» по пьесе Федора Павлова «Ванюка» играю. Ритм, конечно, насыщенный у нас. День проходит с 10 до 2 репетиций у нас. Потом небольшой отдых и вечером 6.30 спектакль. Скажите, а вы сейчас какую роль готовитесь? Я сейчас готовлю роли Ивана Яковлевича Яковлева. Ну, это очень ответственно, конечно. Видите, как волнуемся, собираемся, готовимся где-то. За час мы начинаем с ним готовиться, чтобы у него все получилось. Это еще не последние штрихи. В юбилейный год актеры отправились в гастроли по регионам, где проживают уроженцы Чувашии. Для поездок по стране театру вручили ключи от нового автобуса. Сегодня же за вклад в развитие культуры и театрального искусства актерам вручили почетные грамоты, благодарности и медали, подарок для зрителей и отрывки из лучших спектаклей театра. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Телевизионная версия торжественного вечера, посвященного юбилею Чувашского драмтеатра, выйдет в нашем эфире 10 февраля в 19 часов 30 минут. Народное достояние Чувашский национальный конгресс выиграл президентский грант и реализует проект «Национальное достояние народов. Достояние России». Теперь у него есть возможность побывать в тех городах страны, где живут наши земляки. Первый визит в Санкт-Петербург, в Дом дружбы народов. О поездке в город на Неве расскажет Юлия Важенина. Старинные дворцы, разводные мосты и исторические музеи. Питер встретил нашу делегацию теплой погодой и традиционным дождем. Небольшая экскурсия по культурной столице нашей страны и сразу в гости к новоиспеченному молодежному отделению ЧНК в Ленинградской области. Наше молодежное Чувашское объединение в Санкт-Петербурге достаточно большое. И количество членов, активных членов, которые участвуют в наших мероприятиях, составляет около 50 человек. Планы нашего объединения молодежного достаточно, мы считаем, что интересные. Мы хотим развивать Чувашскую культуру среди молодежи, Чувашской молодежи. Мы привлекаем не только Чувашскую молодежь, но и всех желающих. В числе участников проекта не только представители Чувашии, но и Московской, Мурманской, Нижегородской областей, Республики Башкортостан и Татарстан. 12 регионов России и не только. Лидия Григорьева представляет Чувашскую культуру в Эстонии. Эмоции зашкаливает, конечно, столько нарядов, столько красоты, конечно, очень трогательно это. И поэтому еще раз вот приеду сейчас, еще сильнее, еще сильнее будем работать и прославлять Чувашим. Представители делегации провели мастер-классы по различным направлениям Чувашской национальной культуры, таким как поэзия и проза, вышивка, вокал и хореография. А завершилась поездка большим галоконцертом. Теперь представители Конгресса планируют в течение года побывать в Тюменской области, Татарстане, Башкортостане и даже в Республике Крым. С патриотическим прицелом в Чебоксарской школе ДОСАВ прошли традиционные соревнования. Как всегда, они посвящены Дню Защитника Отечества. Стрельба из винтовки и сборка-разборка автоматок тоже из молодых откажется проверить свои силы в таких увлекательных мужских занятиях. Три пробных, пять в зачет. Для пристрелки левая мишень. До нее 25 метров. Задача стандартная – попасть в яблочко. Малокалиберная винтовка или спортивная – стрелять из нее несложно, говорят специалисты. Благодаря небольшому весу и простому устройству ее рекомендуют начинающим спортсменам и стрелкам-любителям. Курсанты ДОСААВ с таким оружием как раз встретились впервые. У некоторых очень хорошо получается, у некоторых не очень. Но они тренируются, стараются. Вот у кого-то раз, два, третьего нету. А остальные все кучно, здесь красиво. Учил меня папа в детстве из пневматической пистолета стрелять. А из малокалиберной винтовки я только впервые стрелял, но свои навыки закрепил в школе. Максим Иванов отработал точнее всех стрелков. Максимум 50 очков не набрал, но в каждом выстреле был близок к десятке. Мы очень много уделяем внимания к спортивной подготовке к наших курсантов, чтобы они у нас не только ПДД учили, но и бегали, и скакали, и прыгали, и стреляли лучше всех. Когда 8 пуль зарасходованы, курсанты берутся за автомат. Не стрелять, конечно, а разбирать, собирать. Норматив 25 секунд. Вообще школа ДОСААФ готовит будущих водителей. В числе курсантов юноши призывного возраста, которые совсем скоро пойдут в армию. Навыки стрельбы там будут явно не лишними. Спортивно-патриотическое направление сегодня в почете у ребят. Ирина Волкова, Анастасия Лангина, Александр Петров. Республика. Огромная скорость и непредсказуемые маневры в центре города. На Чебоксарском заливе состоялся первый этап Кубка России по ледовым гонкам. В первом этапе Кубка России участвовали более 30 экипажей профессиональных гонщиков из 9 регионов страны. Они соревновались в двух зачетных классах в зависимости от объема двигателя. В классе 1400 кубических сантиметров первым стал спортсмен из Сызрани, а вот вторым стал Данил Слепов из Чувашии. В десятку также вошел еще один наш спортсмен Андрей Васильев. В классе 1600 кубических сантиметров чувашские гонщики на пьедестал не поднялись. Но в десятку попал Юрий Михайлов. Столица Чувашия принимает Кубок России уже в пятый раз. Как оказалось, территория залива идеально подходит для подобных соревнований. Очень зрелищно для зрителей, потому что безопасно для зрителей. Зрители на трассу гоночную не попадают. Они все по сторонам и на возвышенности, все видят как на ладони. К соревнованиям допускаются только специально подготовленные спортивные машины с каркасом безопасности и другими приспособлениями. Второй этап Кубка страны пройдет в ближайшие выходные в Череповце, а финальный третий, 3 марта, опять в Чебоксарах. Ольга Перочкина, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаммедов, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова